Министерство энергетики намерено инициировать запрет на использование автолюбителями жиженого нефтяного газа вместо бензина. В последнее время в Казахстане наблюдается дефицит и очереди на заправках. Недовольные водители спрашивают, где газ и почему в добывающей топливо республике его не хватает. Сегодня Минэнерго дал все подробные пояснения о запрете и дефиците газа. Дефицит газа на заправках наблюдался сразу в нескольких регионах в октябре и в ноябре тоже. Сложная ситуация была, например, в Атраусской области, в западно-казахстанской автолюбители тоже подолгу стояли в очереди, хотя она немного и поубавилась, говорят водители. Днем ранее в Минэнерго уже говорили о перебоях по поставкам в Астане, Жамбылской и Североказахстанской области. Всего на ноябрь выделено 133 867 тонн жиженого нефтяного газа. 7 и 8 ноября уже планировалась отгрузка завода СНПС 1296 тонн. До 11 ноября они должны прибыть в столицу и в Жамбылскую область. С Шамкенского НПЗ выделено 5218 тонн. Отгружено 1250, а для Североказахстанской области 5706 тонн. Уже отправлено 1477. По данным Минэнерго, цена на СНГ достаточно низкая по сравнению с бензином марки АИ-92 и дистопливом. Это послужило триггером к массовому переходу автомобилей на данный вид топлива. Ресурс ограничен, предупреждают в ведомстве. Будут предприняты экстренные меры для покрытия дефицита, но... Практически мы в данный момент исчерпали возможность покрытия за счет других источников, покрытия внутреннего рынка. То есть сейчас пока мы балансируем на уровне производства и потребления жиженого нефтяного газа. Если один из заводов встает на ремонт ситуации, по топливу приходится управлять в ручном режиме, сказал глава Минэнерго. Из-за непрогнозируемого роста потребления автогаза возникают очереди. Теперь министерство намерено инициировать запрет на использование жиженого нефтяного газа как моторного топлива в течение пяти лет на уровне правительства. Вопрос о запрете перевода, он будет рассматриваться на уровне правительства. Мы, как министерство, безусловно, будем его инициировать. Но в данном случае я говорю о наших рекомендациях. Я их повторяю. То есть мы на данном этапе не рекомендуем автомобилистам переводить свои автомобили на данный вид моторного топлива в связи с тем, что его недостаточно в стране. В будущем там возможен дефицит с поставками. И, во-вторых, неизбежно рост цен на данный вид нефтепродуктов. Темпы роста перевода авто на газ превышают возможности производства на текущий момент, а бесконечный перевод транспорта может привести к существенному росту. Мы вынуждены говорить, как министерство, брать на себя ответственность и открыто абсолютно обществу потребителям, нашим автолюбителям говорить о том, что с этим видом топлива уже сейчас государство испытывает серьезные проблемы. И эта проблема в краткосрочный период не решится.